Приветствую, Тарковчане. Несмотря на то, что этому событию уже более 8 месяцев, но оказывается, многие из нас не в курсе того, что культистов можно встретить на ночном заводе. И да, спасибо вам за ваши вопросы. Они подкидывают темы для роликов. Собственно, в этом я и предлагаю разобраться. Как часто можно их встретить, некоторые особенности охоты за ними на заводе, но и сопутствующая информация, которая, я думаю, также будет полезна начинающим торковчанам на примере прокачки навыков или фармы денег. Материал записывался на основе вот этих трех стримов. Ссылочки на них есть в описании. Ну и не забывай, что в плейлисте стримов доступны почти все. Компанию в большинстве этих рейдов мне составлял Алексей Аквохра. И вот так выглядела наша первая встреча с культистами. В отличие от меня, напарник предпочел Вектор. Появившись на дальнем спауне, мы начали гулять по заводу. И сразу заметили, что боты не разговаривают. А пару минут спустя Алексей нашел. Это сектант, который будет ножом резать. Ну и специально для начинающих торковчан. Вот тебе светлая вставка с дневного завода. Напарник выходил со стороны мусорки в сторону насосной станции. И вот здесь встретил культиста. После чего сообщил об этом. Согласен, видно не очень хорошо. Но сектант здесь есть, и он пробегает напротив меня. На самом деле, очень хорошо, что я в него не попал. Давай посмотрим дальше. Оказывается, болезнь присущая культистам на больших картах, которые мы разбирали вот в этом видосике. Он доступен по подсказке и есть в описании. Присущая им и на заводе. После того, как ты убиваешь одного из них, второй может прибежать, сесть рядом с убиенным и облакивать собрата. Судя по всему, культист выбежал из этой или соседней двери. После чего побежал в район насосной станции. Я же в свою очередь поднялся на нее и осторожно осматриваясь, проверил труп. А дальше... Одного снял. Почему просто на труппе... А, он танцует. Босс, босс, у них разве не должно быть с ними? Очень хороший вопрос, Алексей. Но какой-то информации по этому поводу на этот момент у нас не было. Поэтому внимательно все осмотрев, я приступил к лутанию. На тот момент, для завершения задания лыжника, ночная прогулка, мне не хватало двух ножей. Соответственно, после этого рейда одного. И поэтому я задался вопросом. Если нет босса, и как бы... А смысл их фармить на заводе, если лута нет никакого? На который ответ пришел не сразу. Но давай обо всем по порядку. Главное, что мы точно знаем на данный момент, что культисты в ночном заводе все же бывают. В рамках этой же трансляции мы продолжили поиски. И следующая встреча не заставила себя долго ждать. В этот момент мне было страшно. Несмотря на то, что мы их искали, но я совсем не ожидал встретить его здесь. Для понимания, когда я шел по балке, я не проверил вот это место. И именно поэтому, спрыгивая вниз, я так сильно удивился. Но, тем не менее, забрал его. Важный момент. Культисты перемещаются бесшумно. Они могут бегать вокруг тебя, но ты не услышишь абсолютно никаких звуков. Максимум это нашептывание. Порой очень оскорбительное. Напомню, мне все еще нужен один нож. Нет! У них нет натравленных ножей. Мы встречаем культиста во второй раз и не находим его. Опять же, внимательно осматриваюсь. Не нахожу никаких угроз. Собираю лут и покидаю карту. В процессе поиска культистов, но уже на карте таможня, врывается зрительница Юлия и спрашивает, мол, ребята, а че вы как бы босса-то не убиваете? Жрец же как бы тоже есть на заводе. Для меня лично это стало большим сюрпризом. И мне захотелось его найти. Из-за чего уже на следующей трансляции мы отправились на его поиски. Случилось что-то странное. На заводе культист номер раз, жрец номер два, культист номер три. И что самое удивительное, при этом были и боты, и босс. А вот боты. Причем мне кажется, два бота и босс, они как бы вместе появились. То есть технически могут быть босс и культисты. Но ботов действительно просто отдельно не будет. Обрати внимание на статистику, которую я стал собирать в процессе подобных стримов. В первом пункте я указываю количество соло рейдов, которые сделан на ночной завод. Во втором совместных с Алексеем. За 45 рейдов мы встретили 7 тагил, и ЧВКшники попадались в 11 из них. Это вторая встреча с культистами в рамках трансляции. Ну и я отъехал 8 раз. Скорее всего, двух подозрительно хорошо стреляющих игроков. Назовем эту категорию так. Но давай вернемся к рейду и разберем его детальнее. Мы появились на карах и начали осматриваться. Алексей закинулся таблетками и задался извечным вопросом. Надежда на босса и выход. Ну, точнее всего, первый подъехал. Тагил забрал. Где был босс? Прямо со стороны бесплатника на первом этаже стоим. Для пущей наглядности. И дело было в офисах. До стороны бесплатного выхода здесь лежали трупы ботов. А здесь босс. То есть на самом входе на первом этаже. На карте же это вот здесь. А теперь слушайте дальше. Меня культист пырнул или что это было? Мне в грудь прилетел урон. Нет, это просто урон. Выстрела же не было. Не было. Культист так здесь. Меня пырнули ножом. Че? Есть аугументирование или что-нибудь снять? Нет. Так, извиняйте. Так, это я. Мне магазин надо кидать. У меня один магазин, все. Боты и босс. Смысл, культисты. Ну, меня ножом пырнули. У меня отравление. Двигался, говорит, кабанчик. А где вы были, когда вас... Из короба этого вышел сюда и ткнули. Какой-то звук был в районе бочек. Не, ну это прям очень интересно. Так, вы как пошли? Я в коробе ставлю. В процессе лечения я замечаю, как культист забегает за мусорку. На этом стоп-кадре его можно разглядеть в дверном проеме. И я согласен, что это не лучшая фотография. Но с этими ребятами шутки плохи. Ведь в оффлайне их заснять не получится. А встречи в онлайне бывают крайне редкими. По сути, я поднялся в коробе по железной лестнице и посмотрел в сторону мусорки. За мусоркой. Готовы простреливать? Я грену кину. А грен нет, блин. Он один за мусоркой прямо сейчас. Ну, Алексей ими поделился. Могу здесь в коробе прям скинуть. Готовы, да, встречать? Ну да. Если не уберем еще. Я обычно такину, там внутри сети. Да. Понял. Скажете, как выходить. Сейчас, подождите секунду, я шпицкалю. Ладно, я понял. Ну, кидайте. По факту, его взорвала граната. Но не суть. Забрал одного. После чего мы целенаправленно двинулись искать жреца, понимая, что у него есть еще один защитник. Аккуратнее скинись. Ведь враги могут быть абсолютно где угодно. Мы пошли по подвалам, прошли их и решили подняться у палатки. И, несмотря на действия пропитала, его отхила было явно недостаточно. Из-за чего я постоянно бинтовался. Вот так героически Алексей забирает босса, который, судя по всему, просто стоял на одном месте. Причем, если мы были у палатки, то босс был вот в этом месте. Забегая наперед, последний культист прибежал из туннеля вот оттуда. И умер здесь. На карте, к сожалению, это место обозначить не удастся, так как после расширения завода эту часть не пририсовали. После этой славной дуэли мы их залутали и двинулись на выход. Ценного в Сектанте, к сожалению, не было ничего, кроме документального подтверждения его присутствия на карте. А этот забег случился на три рейда раньше предыдущего. И в нем у нас будут конкуренты. Давай посмотрим. Культиста, походу босса вижу. Ай-яй-яй! Все, все, я понял, что вы имеете в виду. Один перебежал... Короче, вот где спаун есть за железными воротами? Я его не забрал. О, он в подвогу бежал. А, ко мне прибежали пушить. Игорь, она прокинут. Я и второго не могу забрать. Игорь, она прокинут. Я и второго не могу забрать. Да, очень живучие ребята. Но сейчас все внимание сконцентрируй в левой части экрана. Ты-то думал, что замочил меня? Сюрприз, сука! После того, как меня пырнули ножом, культист исчез. И об этом можно будет посмотреть уже в другом видосике в виде полной перестрелки. Пока же ограничимся этим. Для лучшего понимания, Алексей отстреливался, будучи прямо перед палаткой. Стоя вот в этом месте. Жреца мне также удалось найти. Его убили не мы. И лежал он напротив колючей проволоки. Вот здесь. Прямо под цифрами. Но ценного снова ничего. Но делая гайд на эту тему, я не могу не ответить на другой очень популярный вопрос. Напомню, что вот в этом гайде я подробно разбирал охоту за ними на картах лес и берег. За исключением того, что они появляются в самом санатории, все, что здесь объяснено, актуально. Ну и вот свежий пример, где я отстреливаю их на дистанции. Положим, что тут 100 метров. Тут есть своя специфика. С одной стороны, это проще, но опаснее. Также нужен тепловизор и бегать приходится по большой карте. Так, на троих я победил. Из хороших новостей. Потрясающе. Чувствую себя немножко обделенным. Не надеть, да? Где ты этот хлам собрал, мужик? А теперь немного статистики. Стрим длился порядка 6 часов. И вот какие цифры у меня получились по итогам. Ну вот что-то я продавал. Это касательно фарма в ночном заводе. Вот чего-то там с 13.00. Чего мы напродавали? 25 миллионов 247 тысяч. Что-то на комиссию ушло. Сумма будет небольшая, но тем не менее. 58.83 торговая репутация. Ну, почти 0.9. 4 миллиона 600. Это то, что вот мы вынесли из рейдов. И это было продано. Плюс вот этот полностью ящик. Плюс там еще немножко есть. В принципе, если бегать не в топовой снаряге и использовать там, например, те же ПС-ки, а не БП-шки, или там для Юмпу, допустим, патроны не за 6-8 баксов, а за 1. Как бы экономия налицо. То по стоимости схронность. 189 и 183. 6 левому стоимость схронных переслений. А теперь немного про навыки. Наризма 23.1. Наризма... Ого! Было 23.1, стало 75.5. Эксприятие 48 уровень 38. 49 уровень 75. Внимательность 36.2. 8.6.5. Память 39.40. А уровень качнулся памяти. Телег 36.9. 3 единички. Иммунитет 19.21. Стрессоустойчивость 34. Уровень качнулся, да? 13 уровень стрессоустойчивости 4.8. 34, правильно? Жизнеспособности 13 уровень 66.8. Ну и действительно хорошие способы для харизмы и восприятия, чтобы их качать. Также и выносливость и силы бы, если бы надо было их качать. На заводе бы достаточно хорошо шли за счет количества рейдов. Дело в ограниченности прокачки. То есть, заходя на маленькую карту, и производя манипуляции по развитию навыков, мы покидаем ее и заходим снова. Как результат, навыки быстро качаются. Также за время охоты за культистами попадался босс Тагила. И вот некоторые из перестрелок, которые были засняты мной. Босс был здесь. Если босс может быть. Ой, застрял, братан. Тагила, ты куда? Вы говорите, босс сложный. Ну, или босс. Вот это любопытный момент. Я застрял. Но дальше случилось непредвиденное. Просто прислушайся к звукам. Он спрыгнул. А дальше? А вам не кажется, что это было как-то очень подозрительно? Ну, нифига не чите. А еще Тагила умеет делать вот так. Босса нашел. Не уверен, но вроде да. Ммм, ты гольненький. Зато за все четыре смерти эта страховка чуть-чуть вернется. А еще были вот такие перестрелки. Как они это делают? Восемь раз восьмидесятыми попал в человека, и он не умер. Если человек способен пережить такое количество попаданий, то давай попробуем пострелять по Тагиле так же. Аккуратно! Ну, я стрелял как мог в этот фонарик. Я отхожу, чтобы вас не слепить. Тринадцать восьмидесяток он пережил. И БТшками забрал меня скольки попаданий. А, ну он еще по рукам попадал. Вот почему прицел танцевал. Очень надеюсь, что из данного видео ты смог подчеркнуть для себя что-то полезное. И мне было бы интересно узнать, что конкретно. Поэтому пойду гляну, что ты думаешь по этому поводу в комментариях. И буду очень признателен всем ребятам, которые не забыли поставить большой палец вверх. Ну и, конечно же, всем тем, кто поделится видосиком с друзьями. Ведь благодаря именно твоим репостам больше народу сможет найти и победить культистов на ночном заводе. Проверьте там обязательно, подписаны ли вы на канал. Нажимайте на лайкос. Фактически это единственное, чем вы нас можете сейчас в данный момент поддерживать. Потому что монетизации нет, спонсорства нет, да и как бы хуй с ним.